Несколько столетий Османская империя была могущественным государством. Однако, начиная со второй половины XIX века, султанат начал утрачивать доверие как народа, так и правителей соседних стран. Несмотря на создание и внедрение современных реформ, модернизацию всех сфер общества, Османская империя погрузилась в кризис. Остальной мир боролся за равноправие, а в этом государстве до сих пор у власти стоял султан. Быстрыми темпами империя пришла к распаду в 1922 году. Члены правящей династии и султан покинули страну, а вот гарем оставили на волю судьбы. Уже в XIX веке наложниц не пленили и не обращали в рабство. Девушки добровольно или с согласия родителей отправлялись жить в гарем. Многим бедным семьям нужны были деньги, поэтому они отправляли дочерей служить султану. Наложница получала хорошее жалование и могла содержать родителей. С распадом Османской империи и упразднением султаната перед новым правительством встал вопрос, что делать с гаремом. Так как Сираль раньше был отдельным институтом общества и выполнял определенные функции для продолжения рода османов, то теперь в нем необходимости не было. Султан уехал в Европу, а новая Турция боролась за равные права всех граждан. Следовательно, было принято решение распустить гарем и разогнать всех его жителей. Последний султан Османской империи, носивший именно титул султан, Мехмед VI, вынужденно покинул Османскую империю на британском корабле в 1922 году, бросив свой гарем и взяв с собой только самых преданных жен. Наложницы, в буквальном смысле, с упразднением гарема лишались крыши над головой. Девушки могли вернуться в семью, но родители, которые часто сами бедствовали, не могли пустить ребенка обратно. Кто-то отказывался от дочери бывшей наложницы, потому что им было стыдно. Так многие девушки начинали заниматься проституцией или проводили жизнь в нищете. Кому-то везло, они возвращались в семью и даже находили достойную работу или выходили замуж. А кто-то и вовсе уезжал в Европу и начинал новую жизнь, если были средства для этого. Если у наложниц после распада гарема страдала только репутация, то у евнухов положение было еще хуже. Новое правительство пыталось разработать какие-то социальные проекты по поддержке бывших жителей гарема. Но все было безуспешно. Сами евнухи даже объединялись в профсоюзы и требовали у властей моральную компенсацию или помощь в трудоустройстве. Однако и это было бесполезно. Евнухи никому не были нужны. Эти мужчины даже не могли создать полноценную семью, найти работу. Бывших жителей гарема все сторонились. Турецкое общество просто хотело забыть о таком пережитке прошлого, как гарем, наложницы и евнухи. Подробно о жизни последних евнухов написала свидетельница тех времен Олив Литле Крутье. В будущем женщина даже написала книгу «Гарем. Царство под Чедрой». А тогда Олив была маленькой девочкой и жила в Измире в доме бывшего Паши, где раньше располагался гарем. А по соседству с ней жил бывший евнух из этого гарема – Сулейман Ага. Он был очень добрым с Олив, всегда угощал ее сладким и однажды подарил пять колец с драгоценными камнями. Писательница потом вспоминала, что никто так ее не баловал, как этот Ага. Позже, в 50-х годах, семья Олив переехала в Анкару. Но евнух иногда приезжал к девочке и всегда привозил с собой ее любимые конфеты. Они были очень дружны с Сулейманом Агой. А когда Олив исполнилось 9 лет, евнух умер. Однажды отец будущей писательницы сказал, что еще чуть-чуть и умрут все свидетели гарема. А вместе с ними канет в лету и эпоха Сиралей. Первый гарем появился в III веке до н.э., а последний пал в начале XX века н.э. В современном мире гаремы нелегальны и больше похожи на бордели и притоны. Кто-то оттуда попадает таким же нелегальным способом, а кто-то добровольно подписывает контракт.